Только открываешь какой-то видос, а в твоё лицо уже летят всякие условия, лайк, репосты, бла-бла-бла, знакомо, не так ли? Вот к слову, моё условие. Тащим-то... Всё. Слизь. Два. Итак, начинается второй сезон с презентации какого-то нового препода для карапутов, полутораминутного пересказа вот этого видео и фразы типа «Вот бы всё оставалось так мирно всегда», что в переводе на зрительский лэнгвич значит «ща чё-то будет», но на самом деле не сейчас, а чуть позже. Короче, как вы помните, эти чудики не так давно заключили между собой устный пакт о ненападении. И сейчас, чтобы наладить связи и глянуть, как там чё и кого на другой земле, оба презика фэнтези-государств направляют друг к другу мирные делегации. Или же по-другому, группки доверенных лиц, которые покайфуют и познакомятся поближе с культурой дружеского населённого пункта. От нашего стола в звериное королевство Евразанию отправляют Банимару, Ригура и всяких ноунеймов. Перед их отправкой Римуры выплёвывают торжественную речь, говорят пацанам быть осторожными, желают удачи и... Что вам сказать нахуй ещё? Хорошего. А. Дополнительно он говорит, мол, если чё, пацаны, не нужно терпеть к себе неуважение. О, тут поддерживаю. Давай, давай! Всё, чуваки укатывают на гельках, и где-то через пять дней сюда уже должны прибыть гости из другой страны. А ещё нам сообщают, что сюда же движется герой, на которого в первом сезоне в придуманном слухе скинули сражение орк-лорда. Для того, чтобы никто не подумал, что где-то в лесу живёт настолько сильный монстр, чтобы его никто не шарахался и все удостоверились в добрых намерениях созданной им страны. Ну и теперь мужик со своим отрядом бродит по миру, спасает детишек и словно вконтакте карикатурно пиарит Ремуру. Вау, какой крутой меч! Конечно, ведь мне его сделали в королевстве добрых магверей! Его свора прибывает в столицу, слизь дегустирует на них рецепт своего нового пойла и просит их не бугуртить при встрече делегатов. Ну, а вот и они, прибывшие на экологически чистых электротиграх. Златорогая змея Альвес, охуевшая тигриная морда Суфи, а также Грушес, самый обыкновенный зверочел. Короче, вследствие того, что этот немытый зверогнедород с первой же секунды постоянно вкидывает какие-то обидные словесные конструкции. В сторону слизи и людской расы Ремуру делает вот такое лицо и просит Йому заткнуть эту мерзость. Тот, к счастью, слегка не успевает и мы получаем два гасилова по цене одного. И если здесь все вроде бы понятно, как бы силу и кондиции этой громбабы мы уже видали, то вот этот чел заметно прибавил, а благодаря урокам старого из обычного первосезонного доходяги превратился в неплохого воина. В момент, когда все действие начало принимать серьезный оборот, всех стопает змеи-женщины, и оказывается, что все эти драчки-срачки предназначались лишь для проверки не заключила их глава союз с какими-то ложками. Ремуру ничего не возражает, с улыбкой хавает произошедшее, и то же самое делает с какой-то суперопасный демон-бомбой. Нихуя себе! Все, теперь все старо собирается в кучку, идет гужбанить, жрать и всякое такое. Блин, какой прикольный гопс. К этому времени гостевые модмозели уже нарязались бренди, приняли свои естественные формы и начали вести переговоры об обмене невероятно классных фруктов Евразании на здешнее пойло. Так, проходит несколько дней, чуваки познают местную культуру, кузнечное, партняжное и сантехническое дело, и наконец сваливают к себе на родину. Юму со своей компахи к этому времени тоже ушлепал дальше заниматься рекламой, а обратно в город вернулись эти гайсы. Присели в общем за квадратный стол и начали раскидывать, как там за бугром. Короче, расклад такой. Как в технологическом, так и в технологическом плане Евразания далеко отстала от темпа, что у них там нет никаких горячих источников, суши, роллов, манги и так далее. Живут они там все в сараях, и единственный их плюс, что все обкакано, из-за чего их земледелие находится на совершенно ином уровне. И теперь, если они поделятся друг с другом своими лайфхаками и технологиями, то жить всем станет только лучше. Заседание заканчивается тем, что Ремуру просит приглядеть своих корешей за городом, а сам отправляется в дворгон. По пути перед орками, кладущими брусчатку, проставляется парой бочек с Жигулевским и, наконец, забирается до королевства. Здесь базар идет о том, что за последнее время с Лисеб завелась поддержкой Мелим и Евразани, и, мол, благодаря таким корешам и товарам, производимым в темпости, они легко могут стать новым центром торговли. Ну а в данный момент почти все импортозависимые страны пляшут по дудку Фалмуса, но вот, по словам Старшова, король там с гнильцой, и в целом он жадный мудак. Так, все эти веселые политические речи прерывает накидавшаяся баба, делает пару движений тазом и принимает позу для превью. Респект, малая. Отрубившуюся тушу относят в гостевые покои, а на следующий день нас переносят на Советскую площадь, где собрался весь народ дворгона. Короче, здесь мужики совершают камин-аут и открыто обозначают свои дружеские отношения. Ремуру разворачивает целую политпрограмму и говорит, что будете дальше рассчитывать на взаимную поддержку местного люда. Все это он вещает на языке народа, мол, пацаны, будем держаться друг друга, и все у нас будет чеки-пибару. За это, однако, на следующий день он получает стакан жесткой бородатой критики в лицо. Во-первых, слишком коротко, во-вторых, слишком неуверенно, ну а в-третьих, костюм у тебя был дурацкий. В итоге, после того, как старая читал малого и попил чай, иностранцы залетели в уже известный нам бар «Ночные бабочки». Чтобы здесь позависать сельфейками, потрогать столетние необвисшие сиськи и сделать первой встречной крале предложение. Эй, за меня выскочишь, нет? В то же время Йому встречает где-то на континенте вот такую малыху по имени Мюлан. Она представляется какой-то волшебницей и просится вступить к ним в пати. После небольшого теста, в котором она чисто метафорично скажем обоссала бедолагу, они дают по рукам, и все. Однако тут не так все гладко, поскольку ранее нам показали сцену, где обмудок, известный нам по имени Клейман, пообещал вернуть этой самой барышне ее сердце, если она выполнит одну его гадкую просьбу. В общем, Йому вместе с новой подругой добирается до базы, та сканирует местную обстановку и суперсильных киджинов. Дальше нам показывают, что эти два мужичка прикольно закинетились, ввиду общего пунктика, что их обоих напинала девка, и на фоне приятельских отношений Грушес тоже решает вступить в отряд героя. Первой их совместной миссией была идея Гопты подловить деда-сенсея новым приемчиком, однако ничего хорошего из этого не вышло. Тем временем Ремуру из Дворгона залетел в Инграссию, это там, где учатся его школьцы. Выстрел там пару томиков манги, и за разговором со знакомой барыгой опять услышал инфу о том, что их страна монстриков может стать новым центром торговли. Для корешей слизи это конечно будет здорово, но вот кое-какое государство, образно говоря, понюхает залупы и сдаст свои выигрышные позиции. Но старина конечно тут завуалировал, базар тащим-то опять ведется за королевство Фалмус, Фальмас, Фармас, как хотите. А может вы вообще хотите поставить лайк на это видео, подписаться и нажать на колокольчик? В любом случае, это королевство на букву Ф уже строит за спиной паскудные козни в отношении только появившейся страны и лишь ожидает своего момента. Ну и тут как раз узнается, что какая-то здешняя западная церковь не в тему обозначила Римуру и его федерацию как противников их господа бога. Короче, по плану этих паскуд они обманом добьются того, что на территории Темпеста пострадают пару фалмсовских крыс, получат причину доебаться и сразу начнут с ними войну. Ну а роли тех самых якобы пострадавших сыграют какие-то дебильные призванные тела, раскрывать и представлять личности которых нам не хотят, да, но особо и не интересно. Под конец серии нам показывают вот такую картину, намекающую на еще больший пиздец и переносят в Темпест. За прошедшую пару дней между этими мордами образовался типичный любовный треугольник, в городе все готовятся к возвращению Римуру и никто не ждет беды. Однако карусель дебилизма уже закрутилась и прямо сейчас несется сюда. Во-первых, в лесу Джура замечен отряд фалмусовских шакалов, во-вторых, по новостям пришедшим от зверолюдов, на Евразанию скоро нападет неожиданно Мили. В-третьих, сюда уже пришлепали ранее показанные бакланы и подлыми путями инициировали Пеналова с участием пока что лучшего персонажа Тайтла. И наконец, в-четвертых, блядь, своей рабыне позвонил Клейман. В общем, эта седовласая падаль попросила Мюлан возвести какой-то барьер, сказав, что после этого наконец вернет ей сердце и отстанет, а в противном случае загасит ее краша. Тем временем Грушис замечает подозрительное поведение девки и просит ту не делать никаких глупостей, после чего приходит Йому, просит ее о том же самом и признается в любви. Говорит, что ему вообще без разницы какой человек расы и национальности, главное, чтобы татарин был хороший. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Не, ну сценка реально классная. Та понимает, что она кому-то да реально нужна, и чтобы защитить своего близкого, раскидывает дебильный барьер, который неожиданно откуда-то из леса подхватывает эта лысая гадость. Чуваков накрывает двумя колпаками, которые, как я понял, очень сильно ослабляют магвери, блокируют связь извне и походу рассеивают магию. Блин, сейчас, наверное, где-то плачет один орк. Да, как бы это ни было печально, но походу перманентная тотальная доминация наших персонажиков на этом заканчивается. Вначале все присутствующие становятся жертвами буллинга этих ублюдков, а потом и гопту, и непобедимого деда, блин, режут как свиней. И, похоже, ситуация, к несчастью, происходит с Шион. Футбольчик! 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 В общем, он зовет эту пока что беспонтовую кралю и остальных чуваков на собрание. Там ему рассказывают, что люди Фалмуса обещали через неделю вернуться вместе с королем, чтобы тот определил будущее местного Люда. Но потом магичка наконец раскрывает, что она рабыня Клеймана и все это время выполняла его приказы. Ее судьбу они решают решить позже и топают навести больных в лазарет. Здесь Футбольчик отсасывают у больных какие-то следы пространственной магии, после чего те быстро встают на ноги. Все заливаются хорошим настроением, как внезапно Малой замечает отсутствие Шион. Иииии, ну, вот она. Короче, видимо, ее попытка засейвить детского гоблина от конной армии не увенчалась успехом, и моментик действительно получился грустным, учитывая еще и тот факт, что они пырнули братишку гопты. Пытаясь осмыслить всю эту ситуевину, философ раз за разом обращается к великому мудрецу, пытается найти скилл, чтобы арестнуть Шион, но такого, по его мнению, не существует. В надежде упокоить тела погибших в лучшем месте, Ремуру решает их поглотить. Но, к счастью, выступает знакомая нам пати авантюристов, и деваха говорит, что она знает какую-то сказку, основанную на реальных событиях, где кто-то смог воскресить дохлого. Так-так-так, короче, рассказываю. Однажды некий дракон заарканил человеческую особь, непонятно как, но они почекифонились, и на свет выползла малая принцесса дракону. Чтобы ей не было скучно, батек создал маленькую копию себя и подарил девочке нового друга, однако вскоре пришла какая-то погонь в виде местного короля с дружиной и грохнула этого самого дракончика. В порыве ярости малая стерла целое королевство с лица земли, и в результате обратилась во владыку демонов, или же князя тьмы. Как я понял, это вроде бы одно и то же, но почему-то во втором сезоне их всех называют так. И вот после обретения титула этого князя, неожиданно дохлое тело позади очнулось. Только вот из-за потерянной души оно оказалось совсем не тем дракончиком. Короче, мораль всей басни такова, что, став князем тьмы, возможно резнуть своих кентафариков. А поскольку весь город сейчас окружен барьером, то души рипнувшихся, возможно, летают еще где-то на районе. Таким образом, получается, что если Римурыч сейчас получит нужный ему титул, то с вероятностью в 3% он вернет всех погибших к жизни. Вот так вот. Чтобы стать этим жопным князем, необходимо вначале получить какое-то семя, как знак достаточной силы, ну а потом поглотить 10 тысяч людских душ. Оказывается, что сила у пацана уже имеется после победы над орклордом, и теперь ему осталось лишь подчигать кучу хомосапиенсов. И к счастью, к ним в данный момент уже направляется 20 кафалмусовских тел, а вместе с ними еще и их король. А в момент подготовки к встрече гостей, Римур, не сказав никому ни слова, дырявит сердце Мюлан, и мгновенно меняет его на новое. Теперь баба свободна, а Клейман думает, что Слиз кельнула его подданную. Вслед за таким счастливым событием, к этой парочке прилипает несколько Римуренных просьб. От бабы он хочет, чтобы та вместе с Шуной установила новый барьер, когда все идущие вражины подохнут, а от Йому, чтобы тот в будущем занял освободившийся трон Фалмуса, поскольку он оттуда родом, имеет некий авторитет героя и всякое такое. Все, начинается миссия по становлению князем тьмы. Короче, перед тем, как Слиз возьмется за дело, остальные по инфе Суэя должны в четырех разных точках сломать вот такие кристаллы, которые снимут внешний барьер. Первый спот ушел зачищать Банимару, второй вот этот вот крысотряд и третий дракониты. В общем-то, заострять внимание на них не стоит, поскольку там все закончилось всего за пару секунд, а вот на четвертом организовался нормальный такой махать. Сюда залетела вот такая компания, гобсы на волках начали раскидывать всяких ноунеймов, а двумя этими ублюдками занялись, собственно, король орков и дед. Знакомый мудак, который выскочил против старого, обладает какой-то там пространственной магией и видит все в скорости х-300, однако взявшись из ниоткуда третий пенсионерский глаз, видимо, видит еще быстрее. И, собственно, вот, вот итог их драчки, пришел, увидел, отрубил. Но, если честно, в силе деда-то никто и не сомневался, а вот может ли что-то этот орк, кроме филигранной выкладки брусчатки, это уже вопрос получше. Короче, этот крендель обладает какой-то силой берсерка, способной укреплять тело и голыми руками разшибать лучшие щиты лучших гномов. Но, как оказывается, против разложения короля орков эта тема вообще не катит, и мистер здоровый однозначно получает заслуженную медальку похвалы. Далее сюда приходит дед с останками кореша этого ежеголового, испугивает пацана, тот залетает в палатку еще одной призваны, и взамен на ее душу получает какую-то суперпиздатую регенерацию, как это работает, я не знаю, мир, говорит, ему нашептал. В любом случае, чел преисполнился уверенностью, говорит, можете меня хоть в вечность пиздить, мне совершенно безразлично, ну ладно. Тот решает выскочить в октагон чисто на голых кулаках, и вот надо бы как-то потянуть время, чтобы вставить побольше кадров отбивания мяса. Ну ладно, ребята, мы ж тут все друг друга уважаем, и просто бессмысленно растягивать видос мы не будем. За секунду до дисконнекта дебильной головешки от дебильного тела пролетает какая-то рухлядь и забирает чувака с собой. И так всех четырех кристаллов не стало, барьер получается разрушен, бабы смотрят друг на друга и устанавливают новый. Тем временем дед вместе с попаданцем тпшится в лагерь, где собраны все прибывшие 20к войск. Легким движением руки убивает душу малого и заселяется в пацана, вот что называется деденсайт. Судя по его речам, он на самом деле является каким-то демоном, который уже дофига лет служит королевству, и сейчас с новым делом он, мол, стал настолько сильным, что для него даже и князья тьмы теперь не помеха. Над этим лагерем уже левитирует Римурыч и придумывает каким способом гасануть такую армию. Поскольку всякой классной шести в этой серии было уже навалом, нужно что-то такое, не борщинуть, чтобы предыдущие события не казались мягкими и не сбавлять градус, чтобы не возвращаться в сказку. А потому разрулить ситуацию он решает максимально деликатным методом. Создает вокруг всего лагеря антимагический барьер, делающих всех беззащитными, а затем вот такими пульками всех хэдшотит. Вот это я уважаю, творческий подход к решению проблем. Поскольку магия под барьером не работает и телепортировать себя и других этот чел уже не может, то одеяло на себя перетянуть пытается капитан рыцарей. Ча говорит, всё будет, соберу мол выживших, построю и под живым щитом мы отсюда благополучно собьёмся. Мужики, одна нога тут, другая там. Далее к ним спускается будущий князь тьмы, дырявит в начале дерьмодемона и выслушивает короля Фалмуса. Тот поначалу пытается кого-то из себя строить, потом слегка понижает тон и начинает ссать в уши о вообще какой-то левой теме. О дружбе, дипломатии, геморроидальных узлах... Чел, чё ты душишь? За всю проделанную деятельность у Ремура открывается новый скилл под названием «Безжалостный». Короче, заюзав эту приблуду, души всех отчаявшихся неподалёку существ будут высосаны и поглощены. Примерно вот так. Выполнив все необходимые условия для получения нового титула, великий мудрец всю секунду начал эволюцию, из-за чего нашему ГГ захотелось немного покемарить. Он вызывает таксу, чтобы та доставила его до дома и взяла в плен этих чертей, однако неожиданно Радар показывает, что в данной местности остался ещё и какой-то третий живчик. Чтобы решить эту проблемку, он делегирует его устранение на призванных в обмен на рипнувшиеся туши демонов, и вот оно, знакомое рыло, показанное в конце первого сезона. Выжившим оказался этот чудик из-за того навыка суперрегенерации, и в пылу одностороннего пиздинга идентифицировал нового персонажа, как какого-то крутого первородного демона, страшного чудича или... Бля, Гарсия, смотри, пускай. Тем временем ранга довёз клиента до города, и тот, укутавшись простынёй, начал эволюционировать, получая всякие разные бонусы, которые вам перечислять я, пожалуй, не буду. Из того, что действительно стоит выделить, скилл великого мудреца эволюционировал до какого-то высшего навыка Рафаила. После вскрытия всех бонусов, свой кэшбэк начали получать связанные с Ремуру Кентубас, и все, как говорится, вкинулись и откинулись. Тело Слизи взял под контроль Рафаила, начал собирать все магические элементы, находящиеся поблизости, формируя из них маленькие душонки. Ещё одну маленькую часть магии он взял из тушек двух демонов и начал, наконец, кастовать Реслку. К слову, трёхпроцентный шанс на успех был рассчитан для прежнего Ремуру, а сейчас он стал в разы больше. О, добрый вечер. Вернее, день. Вот таким хэппи-эндом закончилась эта авантюра, однако это была лишь половина второго сезона. Итак, после той эволюции пацан ещё три дня находился без сознания, и за это время кое-что случилось. Как мельком сообщалось ранее, Мелим почему-то объявила войну всей Евразании. Всех зверолюдов из столицы тогда направили как беженцев в темп, а с того три дня назад состоялся дикий дратсинг. Тут рассказывать особо нечего, всё-таки эта малая является одной из сильнейших, показанных нам князей тьмы, и мужичок, к несчастью, ей не ровня. Но даже при этом, Мелим почему-то пришла не одна, а с вот такой красоватой подругой. Всю эту историю бедолаги рассказали Ремуру, а потом сообщили, что после всего случившегося, эта крылатая дама направилась не домой, не к подруге, а в сторону особняка вонючего Клеймана. Которого, походу, давно пора бы уже напинать и обоссать. Далее он даёт мужику имя Диабло и принимает его навязчивую присягу, получает какую-то инфу от великого мудреца на ней Рафаила и тпшится в пещеру, где он впервые очнулся в теле слизи. Короче, вы, наверное, не поверите, но тюрьма дракончика, которого он поглотил в первом сезоне, полностью проанализирована, и теперь его можно выпустить наружу. Он создаёт для души Вильдоры сосуд, заселяет в него старого и получает вот такого мужичка. Вечно скачущего из стороны в сторону и продирующего персонажа какого-то типичного аниме своим трёхступенчатым смехом. В общем, находясь внутри своего брата, дед не пил таблет, и Кацкуки изучил почти всю память малого, познал мангу, сёги, историю Японии и всякое такое. Вначале все слегонца прихуели от нового скина Вильдоры, который, напомню, раньше являлся покровителем местного леса, ну а потом начали пировать, шампаниться и фестивалиться в честь того, что все живы и здоровы. Под утро все с бадунака валяют на заседание второстепенных персонажей, Римур назначает себе второго секретаря, и тут начинают заваливаться гости. Вначале прилетает Фьюз, чтобы помочь в войне с Фалмусом, однако уже, как бы, ну, всё же уже получается. От новости о том, что пацан в соло раскидал 20к солдат, у Таро буквально случается инфаркт миокарда, изжога жопы и прочее. Йому предлагает свою кандидатуру на то, чтобы помыть деда на источниках, но их прерывает прилетевший король Дваргона с целью обкашлять углы по поводу новоиспеченного князя Тьмы. А за ним приходят ещё кодлы каких-то неизвестных нам тел. В общем, мужик поясняет, что все эти штрихи являются потомками эльфов и прибыли сюда из магической династии Сарион по той же самой причине. Посмотреть, поглядеть и познакомиться с новым князем Тьмы. Узнаётся, что этот блондин является дядей нынешней императрицы и родным батьком вот этой Чики, которая на самом деле является необычным авантюристом, а сбежавшей эльфийской принцессой. Все прибывшие представители разных стран собираются за стол к переговору и хотят начать обсуждение дальнейших дел Римуру. В этот момент приходят переодевшиеся в Вильдоры и представляются вернувшимся легендарным штормовым драконом, после чего пенсия опять становится плохо. Отведя в сторонку двух серьёзных, недовольных мужичков, пацан рассказал им всю свою биографию с момента своей смерти в Японии, о том, как он переродился, как загентился с драконом, почему стал князем Тьмы и всякое такое. Охуеть. Однако чуваки говорят, что только дебилоиды не захотят дружить со страной, во главе которой стоит настолько сильный правитель, а ещё и Вильдор. Правда, от чела, который в Сареново загасил 20 тысяч людей Фалмуса, все будут шарахаться, а кто-то, возможно, захочет с него за это спросить. Но поскольку все тела ушли в оплату на призыв демонов, никаких следов и улик в причастности Темпеста нет. Принимая этого внимание, мужики решают переписать историю и придумать свою легенду о случившемся. Когда дед пришёл в себя, собрание началось снова, и они начали обсуждать западную церковь и эту бабу. Всё как один заявили, что она вроде бы ровная мадама и всегда всё делает по справедливости, а значит, возможно, её саму кто-то тоже обул. Вспомнив её реплики о доносе какого-то информатора, он начал размышлять о том, кто знает, что он схавал шизу, и кроме местных жителей и троица авантюристов, ему на ум пришло лишь это рыло. При их первой встрече пацан казался милым и приветливым японцем, но на деле он, видимо, окажется то ещё паскудой. Далее нас переносят в какой-то особняк, где шут по имени Лаплас, говорит, что ему жаль слизь, которая, оказывается, пляшет под дудку этого типа. В общем, чё происходит? Пацан нанял этого клоуна, чтобы тот побольше узнал о настоящих делишках западной церкви. Ну а взамен предложил резнуть директора их клоунской труппы, в которой на минуточку, оказывается, состоит и клейман. Её улыпало, вот это было реально неожиданно, я думал, что эти клоуны ему лишь подчиняются, а они, по сути, действуют на одних и тех же правах. Основателем этой дебильной пати является бывший князь Тьмы Казарим. Ну и как было обещано, под взаменную инфу о церкви его воскресил и подарил вот такое тело. Лаплас рассказывает, что не найдя никакого компромата на территории церкви, он решил залезть на вершину священной горы, куда есть ход только императору, ну а там встретил какого-то агрессивного вампира. Он, по словам этих чудиков, тоже один из князей Тьмы по имени Валентайн. Ранее они вместе с Казаримом постоянно махались и оставляли за собой одни пожары и разруху, из-за чего в один прекрасный день все решили вести дела по-другому и придумали какое-то дебильное собрание под названием Вальпургиева ночь. Здесь такие же князья выслушивают обе стороны и путем голосования разрешают всякие конфликты. Так вот, чтобы вытащить этого церковного вампира из гнезда и покопаться в его грязной хате, Лаплас предлагает, чтобы сговорившаяся троица объявила о созыве очередной Вальпургиевой ночи. Возвращаясь обратно к Ремуру, мужики придумали следующую легенду. Они решили скинуть всю вину за бесследную пропажу 20 тысяч человек на короля Фалмуса и Вильдору. Типа вначале королевские людишки недооценили Магвери и по своей вине всосали пару сражений. Далее куча дохлых тел послужила катализатором к снятию печати и пробуждению Вильдоры, который очнувшись и увидев несанкционированный буян на своей территории, просто раскидал оставшуюся армию короля. Ну а потом закадычные друзья Йому и Ремуру якобы объединились и вразумели дракона. Дальше все удостоверились в том, что Вильдора сам не против такой легенды и оставшиеся полсерии заключали всякие дипломатические отношения. Но как я понял, дело с Фалмусом пока что ставится на паузу и первой очередной задачей теперь будет накидать кое-кому в кабину. В этот момент сюда пролетает королева Фея и говорит, что скоро Темпас накроется пиздой, мол Клейман, Фрейм и Мелим объявили о сборе Вальпургиевой ночи и Тама планирует обсуждать судьбу новой страны Магверей. Президент которой, вопреки негласному пакту о ненападении, взял и якобы зарезал доверенное лицо князя Тьмы. Ну, то есть вот эту женщину. Однако, как мы видим, она вполне цела, жива и здорова. Кроме этого, Клейман хочет обсудить какое-то предательство от Кэриона и свое становление каким-то там истинным князем Тьмы. Для этого он, судя по данным разведки, уже выдвинул войска в сторону Евразании. И через пару дней, прямо в момент Вальпургиевой ночи, он планирует почикать там всех беззащитных зверолюдских христиан и поглотить их души. Приняв все это во внимание, Слиз составляет планы. Короче, вот что будет дальше. Римуру в сопровождении шоу на ранге отправится на Вальпургиеву ночь, чтобы наконец глазу на глаз перетереться этим ублюдком и официально заявить о себе, чтобы там, ну, другие типы не покушались на Темпест и всякое такое. В качестве его дополнительной поддержки на это мероприятие также собирается эта малая в компании Дриады вместе с Береттой. Ее, к слову, в первом сезоне взамен на разбитого голема вызвал и подарил феечке Римуру, держу в курсе. Остальную же армию он собирается отправить в дружескую Евразанию, где те по плану раскидают подсосов Клеймана. Предварительно он создает какое-то новое заклинание массового телепорта, в 10 рейсов перекидывает зверолюдских крестьян к себе в город и по приколу выдает Чипалаху смуглой морде. Вот столько разного людо он собрал в свое многонациональное войско, пожелал всем удачки и отправил их на миссию. Далее все наконец расходятся по своим странам, Йому с Диабло идут делать всякие движения для становления нового короля Фалмуса, Вильдор назначается главным защитником города во время отсутствия Римуруча, А последнее идет готовиться к Вальпургиевой ночи. Все. Дальше нам показывают, как в течение минутки эта клыкаста очко упивается своим интеллектом и гениальным планом. Ну а после случайно услышанной легенды от всяких торговцев, что якобы недавний геноцид устроил не Римура, а Вильдора, он возгордился еще больше. Как вы понимаете, сарафанная радио уже запущенное, то что Клейман в хуй не ставит слизь последнему только на руку. Теперь нам наконец показывают, что произошло с Мелим. Вернувшись из Темпеста, она козырнула перед своей подругой драконьими лапами с Алика, который ей подарил лучший друг. Затем это Лярва сообщила, что у нее тоже есть кое-какой презентик для малой и достала вот такой кулончик. Ну а то, что случилось после его примерки, можно сравнить лишь с дрочкой, ну знаете вот это чувство. Когда всего минутку назад ты был такой радостный и в твоих глазах горел огонь, как вдруг ты неподвижно замер, жизнь в момент потеряла краски, руки опустились и тебя поглотило уныние. Мать позвала отчима, а тот залетев в комнату, вместо того, чтобы тебя поддержать, начал истерично закатываться и пинаться руками и ногами за неуважение. Ну вот что-то такое примерно и случилось. Получается так, бедолага стала пешкой Клеймана и только по его приказу нападала на Евразанию. Далее нам зачем-то показывают встречу и беседу двух других князей тьмы. И вот все, что вам стоит знать из этой пятиминутки. Первое. Несмотря на внешность этих двух парней и красноволосое имя, созвучное с одним толерантным словом, один из них все же Геттера. Ну и в принципе все. Наступает долгожданный день Икс, виновник торжества примеряет новоприкидончик, а в Евразании начинается война. Почти всех ноунеймов загоняют в ловушку, а тех, кто пытается из нее выбраться, скидывают обратно. Разобраться же с более сильными типами, Банимару отправляет тройцу иноземцев. Первый из них нарывается на давних знакомых, которые в первом сезоне превратили съехавшую смуглую кукуху в летающего монстра, а помогать ему вызывается свиной лорд. За другой важной паскудой и по совместительству одной из главных пешек Клеймана пришла вот эта очковая кобра. Эть, эть, эть. Сражуха здесь разгонялась долго и не слишком примечательно, поэтому режиссеры решили пойти дальше. За тигриной жопой зацепился Габел со своей спорой драконитов, и через минутку они наткнулись на челов, по сути, служащих Мелим. Но так как она на данный момент якшается кое с какой гнидой, они хоть и скрипят зубами, но теперь тоже на его стороне. На удивление, в этом октагоне все проходит на максимальном уважении, никто никого не хочет задеть, тут чисто спортивный интерес. Разобраться с большинством этих монахов не составило никакого труда, однако вот этот лысый Азиш-Мразиш оказался крепким орехом. Вначале он подтвердил то, что на Клеймана он ложил свой огромный болт и представляет здесь только интересы своей госпожи. Являются они, к слову, не людьми, а такими же, как Габел и его сеструха драконитами. Правда, пришли они к этому по другой ветке от спаривания драконов и людей. Ладно, старый, это все, конечно, очень интересно, но давай уже, наконец, разъебемся. Змеебаба тем временем приняла серьезные облика, какими-то молниями отправил мужика в нокдаун. Тот было хотел уже сдаться, но в его голове вдруг заговорил голос начальника, и рука, откуда ни возьмись, достала подозрительную капсулу. Не по своей воле, схавав которую, пацан начал разбухать и потихо превращаться в ослабевшую, но все-таки харебду. Сплеск какой-то гнилой энергии заметили и здесь, оперативно всех подхилили, поволтали и, объединившись против одной гадины, подскакали навстречу. Однако, мгновенно к летящей мерзости подлетел Беннимару и с очень крутым и пафосным покерфейсом одним ударчиком стер ее с экрана. Дальше притопал к деду, сказал, что за ним он видит какую-то ебейшую ауру и получил примерно такой же комплимент в свою сторону. Но узнав, что тот подсосыч Мелим, сражаться с ним насмерть не захотел, мол, не знаю, что у них там было дальше, но по бутылочке пива совместном баре они наверняка вместе выпили. На крайнем татаме подобного триумфа, к сожалению, не случилось. Клубняки вообще не почувствовали никакой угрозы от вражин, поприкалывались в камеру и растворились в воздухе. Потом тут показали, как эта малыха почти в соло раскидала армию нежити, охраняющую замок Клеймана. Но давайте пока что это скипнем, и вот если в следующем сезоне появится этот Костян, то там уже все это и обсудим. В кабинете Римуру спавнятся врата измерения, где будет проходить Вальпругиева ночь, он со всеми прощается и заходит в пустоту. Ля какая бычка шагает. Дальше происходит долгожданная встреча, которая была предопределена почти с самого начала. После официального знакомства Римуру спрашивает, можно ли тебя разок ебнуть головой о стену? Нет, ну ладно тогда. В общем, Леон говорит, мол, если есть желание пообщаться, то в следующем сезоне он пришлет приглас на обед, а там все вопросы, как говорится, обсудим. Вслед за этим, наконец, в кабинет заваливается попусковый мистер и по пути к столу при всех выдает лещами лим. И вот после всеобщего представления начинается собрание. Изо рта этого гнидыча льется блевота про предательство Кэриона, про его заговор с Римуру и всякое такое. О чем он говорит, я, честно, до сих пор не понимаю, но потом он бросает пару реплик о том, что слизь зарезала его подданную, о том, что она в целом недостойна титула Князя Тьмы. В ответ Римуру вкидывает, что этот интриган на самом деле сыт всем в уши и сам осуществляет какую-то непорядочную деятельность. Типа призывы Харибды, клеветы про якобы дохлую Мюлан, из-за барьера которой, к слову, отчасти началась резня в темпости и в заключении, он еще и минуту назад, во время вещаний своей дебильной речи, пытался починить разум Римуру. В общем, терпеть от Огоньева у Малого уже нет силы, потому он предлагает выскочить на арену, все присутствующие данный цирк целиком и полностью поддерживают, и все, вполне ожидаемо, Клейман выставляет на свою сторону еще и Мелим. Конечно, в голове Римуру уже давно засела мысля о том, что Малыха находится под каким-то заклинанием подчинения, а потому ее приведение в чувство он решает взять на себя, а вот пизденька этой тупой головешке доверяет... Ё-моё, я же забыл сказать, что ссылка на видос по первому сезону находится в описании, если не смотрели, то смотрите. Пожалуйста. Красноволосый Чубрик двигает все кресла и создает уникальный барьер, чтобы им случайно откуда-то не пролетело. Итак, пока Римуру разогревается и только уворачивается от атак Мелим с помощью какого-то там ускоренного мышления, Шион никак не может подобраться к Клейману из-за его марионетки. Заметив такую несправедловость, Рамирис просит уравнять количество фигур на доске, запустив за барьер свою спутницу. В ходе небольшой беседы узнается, что Гай тоже является демоном, причем не оба каким, а как и Диабло, одним из первородных. И раньше их называли черное начало Нуар, красное начало Руш, а про остальных я пока хз. Так вот, мужик вначале поломался, но в итоге все-таки впустил Беретту за барьер. Ну и теперь, когда последнюю отправили помочь Шон гасануть эту куклу и по количеству тел все стало вроде бы ровно, у Малого отпала надобность постоянно отвлекаться и зырить на других. Теперь он максимально сконцентрировался и попросил Рафаила проанализировать девку на наличие дебафов, но неожиданно ничего не отыскалось. В итоге он решает своим уникальным скиллом потихо подсасывать энергию, пока Мелим не вымотается, однако всего через пару выпадов он нарывается на ловушку. И казалось бы, все, сейчас кто-то точно откинет кони, но... Сюда сквозь барьер и всякие там измерения ворвался Вильдора за новым томиком Манги с вот таким вот названием, глаза 3х3. Речь видимо идет про сантиметры. В обмен на новую книжку Римуру просит задержать Мелим, и пока мужик выдает всякие хадоукены и стритфайтеры, и приемчики Гоку, Слизь идет глядеть на остальных. Снимает магию подчинения с духа, с которым сражался Ранга, получает в подарок части отехавшей куклы, а дальше переходит к Клеймону. Вследствие того, что ни один паскудный скилл и ни одна марионетка против шоу не работает, тот надевает маску и принимает свою истинную форму. Но даже после превращения, это мерзкое насекомое лишь делает... Находясь в полном отчаянии от своей немощности, он приказывает малой остановиться, собраться и аннигилировать всех присутствующих. Но как бы... откисаешь, это же мои кореша. Короче, тут оказывается, вообще все друг друга наебывали, Милим с Фрейли же делали вид, что они подчиняются Клеймону, а на самом же деле они хотели вывести эту тыкву на чистую воду и узнать, что за чел отдает ему приказы. Кроме того, и Кэрион на самом деле не рипнулся. Вот он. На этом моменте, чувачка даже прям супер немного, становится жалко. Попердев на собрании воздух, он так ничего путевого и не смог предъявить Ремуру, думал, что это он крутит всех вокруг пальца, а оказывается, что все вертели его не на пальцы. Ну и под конец он, врубив мужика и сказав, что сейчас ему за все ответят, остался без ручек и без ножек. Стоя над беспомощной безвольной сосиской, чуваки угорают между собой, мол, какой классный пранк вы все-таки придумали, красачики. Кстати, здорово. Отвлекаясь от происходящего, Клеймон начал вспоминать свое прошлое. Как, будучи самым слабым из своей пати, он пытался всех догнать и преуспеть, и как затем нашел новый заказ для своей труппы. Вот этот чел, судя по флэшбекам, серьезно настроился захватить мир и воскрешением создателя клоунской ОПГ подбил этих черти под себя. И вот теперь, валяясь при смерти, этому дота врубает истерику и просит у своих покровителей даровать ему силу. И внезапно заливается какой-то энергией. Поначалу он планирует устроить тут взрыв и под шумок съебнуть, но его план сразу же раскрывается. Все, пацан. С крутым видом он копирует барьер этого чела. Чего? На фоне подрубается опенинг, как в последней серии Гуля или Ван Панчмана, но, признаться честно, интриги-то тут вообще никакой нет. Если он последнейшей серии перманентно посасывал Бибо, то на его проигрыш можно поставить хоть машину, хоть хату, хоть... Ставлю душу своей матери. Ну и единственное, за что ему реально стоит респектнуть, это за то, что он так и не выдал своего заказчика и до конца остался верен своей группе. Ма-ла-дец. После всоса этой сволоты, Римуру становится официальным князем тьмы. Далее все садятся за стол, где Фрей и Керрион отказываются от своих титулов и желают стать подчиненными Мелим. А восемь оставшихся князей с этого момента придумывают себе название Октограмма. Дальше узнается, что настоящим князем являлся не вот этот вот церковный вампайр, а его горничная. К слову о церкви, Лаплас, как и планировал, ворвался туда в момент Вальпургиевой ночи, но встретил там вражину еще хуже. Драпанув обратно, он наткнулся на вампира, угорающего над тем, как подох Клейман. Лаплас пояснил тому, что клоуны не пальцем деланы и втащить могут. Искренне погрустил по мертвому кенту и закатился не то смехом, не то плачем. Момент классный. Ну и после возвращения этих челов и просьбы подписаться и нажать на колокольчик, если вам понравилось, сезон заканчивается.